Сто лет назад, 1 января 1919 года, была провозглашена Белорусская Советская Республика, государство, преемником которого стала современная Беларусь. Право нации на самоопределение послужило катализатором процессов, которые привели к созданию БССР. Кто стоял у истоков формирования республика? Республики, как менялись границы Беларуси, в репортаже Елены Бормотовой. Здание бывшего дворянского собрания Смоленска. Именно здесь, в конце декабря 1918 года, была провозглашена Белорусская Советская Республика. Сегодня это Смоленская областная филармония. О событиях столетней давности напоминает лишь мемориальная доска. Шестая областная партконференция, которая собралась от 30-го сняжения 1918 года, обвестила себя первым съездом Компарты Беларуси и обвестила Беларусь Советской Республикой. Почему Смоленск? В городе находился центр Западной области, который руководил Мясников. Кстати, противник создания какой бы то ни было национальной государственности. За выступали лидеры белорусского национального движения во главе с Желуновичем. Картина событий столетней давности сегодня восстановлена практически полностью. В первую очередь этому способствовало снятие грифа «секретно» с ряда документов, хранящихся как в белорусских, так и российских архивах. Процесс провозглашения БССР был далеко не простым. И если в советское время главная роль отводилась в Москве, то современная историческая наука благодаря открытым документальным материалам говорит о том, что в первую очередь инициатива исходила от деятелей белорусского национального движения. Штамп рассекречена на папке с руководящими указаниями Сталина в связи с образованием советского правительства Беларуси. Сегодня в фондах национального архива нашей страны. Документы, которые датируются 20-ми числами декабря 2018-го. Самыми напряженными в переговорных процессах. Представители разных сторон как раз были вызваны в Москву. И при руководстве Сталина, потому что он занимался национальными вопросами, как раз были организованы встречи, переговоры, проводились совещания. И последние числа декабря как раз стали решающими именно по вопросу о конкретной дате провозглашения республики. Манифест об образовании временного правительства. Тот самый документ, от которого и ведет отсчет Белорусская Советская Республика. 1 января 2019 года он прозвучал по радио. Этот день и считается днем рождения БССР. И только второго по телеграфной ленте манифест отправили в Москву. Был подписан не всем правительством, а только там было принято решение, что подписывают 4 человека во главе с Жулуновичем. Подлинники документов о формировании, провозглашении и первые решения правительства Советской Белоруссии сегодня архивные фонды сразу нескольких стран, как и решение об неоднократном изменении границ республики. Елена Бурматова, Виталий Дешкевич и Алексей Юнош. Агентство теленовостей.